Расставьте 16 коней, чтобы они были соединены, соединены, что если бьется ходом коня, да, как нарисовано у Коли на картинке. Это удивительно просто, но... Вот понимаете, одно дело это слышать, вот там математики придумали, какой-то там четырехмерный куб, а совсем другое, это нарисовать его, получить этот самый четырехмерный куб, совершенно естественным образом, просто на шахматной доске. Ведь с шахматами же любой из вас, кто любит играть, кто не любит, но уж про эту игру все знают. Задача, чтобы каждый конь бил ровно четырех других коней. И нет, и не просто четырех других, а вот по той схеме, ровно по схеме, как это происходит в четырехмерном кубе. Вот если я вам нарисую окончательную картинку, то у вас будет ощущение, а вдруг забуду, а вот там один конь не туда встанет, или уже трагедия. А давайте мы это сделаем, что называется, поедутся. То есть, не будем сразу рисовать четырехмерный куб, а сначала нарисуем коней, чтобы они образовали вот такую картинку. Способны ли мы поставить коней на доску вот так? Ну, если получится. Дорисовать две клетки. Просто кто это? Таблица дорисовать две клетки. Оградите доску семь на семь. И тогда центры клеток будут... Нет, я не хочу доску семь на семь. Ну или смотрите, просто взять на той-то картинке и нарисовать середину столбцов и строк. Я хочу кокос. Конь, конь. Согласитесь, что так можно? Можно или нельзя? Можно. И эта картинка, мягко скажем, интеллекта не требует. Но здесь соединены уже так же, как для квадрата. Правильно? И? А дальше надо из этого сделать кубик обычный. Ну вот повторите ту же картинку с ромбами. Как я хочу сделать картинку? А давайте сделаем так. Сдвинем каждый из них на две клеточки вниз и на одну вправо. Это же легко. Давайте я буду стирать стрелочки и рисовать камень. Каждый раз, значит, уже стрелочку убираю. Иначе будет слишком много стрелочек. Так. Ну не знаю, по-моему, я понятно все объяснил. Что произошло теперь? Сейчас стоят кони. Каждый бьет ровно трех. Правильно? Вот. Заметьте, пожалуйста, куда идут вот от этого. Так, так и как. Согласны? А что можно еще сделать? Вспомните. Значит, в таком направлении, в таком, в таком. А еще какое естественное направление? Вверх на две клетки, а вправо на одну. Правильно? Нет, 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 лучше вниз. Вниз в две клетки и влево на одну. Чего лучше вниз? Гарантирую. Чтобы не вылезло с доски. Так, ребята. Коли не хочет двигать это вверх. Коли хочет двигать вниз. Потому что он увидел, что здесь вылезем за пределы доски. Ну хорошо, давайте двигать вниз. Этого сдвигаем получается здесь. Этого сдвигаем сюда. Согласны? Вот этих двух уже сдвинуем. Теперь этих сдвигаем. Получается конь и еще раз конь. Да, да, да. И смотрите, у вас на самом деле кони встанут в такую оболочку. Вот эти двоих сдвигаем. Получается конь и сюда. Конь, правильно? Этого сдвигаем получается сюда. Этого сдвигаем получаем сюда. Слушайте, ребята. А вы видите, что картинка получилась очень даже на самом деле симметричная? Увидели? Картинка получилась очень симметричная. А именно, есть вот этот вот, такой вот, восемь коней и вот эти. То есть на самом деле мы нарисовали ту же самую картинку. Давайте я красивую картинку нарисую. Что же мне надо сделать? Мне надо в центре доски. Но вот, к сожалению, совсем в центре нельзя, потому что три числа нечетно. Но давайте я сделаю так. Так, почти в центре доски я пишу буквы К. Увидели? Увидели? После этого я иду, рисую вот эти вот четыре буквы. И дальше я около каждого угла тоже рисую четыре буквы. Господа, пожалуйста, проверяйте. Каждый конь бьет ровно четырех четверых. Правильно? И если нарисовать, если соединить каждого коня с тем, кого он бьет, то получается в точности четырехмерный куб. Точность – это та самая картинка, которую мы с вами называем четырехмерный куб. Отлично! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...